Слава Господу! Как приятно вас всех видеть. Это хорошо, что это взаимно. Давайте мы еще раз друг друга поприветствуем. Повернемся, скажем, к соседу. Брат, сестра, приветствую тебя! И скажем такие слова. Твоя реальность – Бог! Скажи, твоя реальность – Бог! Аминь! Знаете, сейчас в этом мире очень популярна виртуальная реальность. Люди ищут этой реальности, посмотреть, что это такое, выстроить свой какой-то мир. Тем более сейчас все развивается. Компьютерные технологии, графики. Игры различные. Вся молодежь на играх. Мы даже видим по своим детям, что они в телефонах играют, в компьютерах. Погружаются в этот мир, игровой мир, в эту виртуальную реальность. Проводят там время в своих каких-то придуманных мирах. И эта ниша очень разнообразна. Есть для каждого, как для детей, так и для взрослых, для любого возраста. И людям это интересно, это их завлекает, это их привлекает. Построить свою реальность. И не просто реальность, какой-то мир, свой мирок такой, но и себя там в образе кого-то, другого увидеть. И мы знаем, сейчас модно тоже и аватары различные, когда человек, он пытается там себе какой-то имидж создать другой, какого-то героя себя придумать. И вот побыть в роли другого, какого-то. Не себя, не таким, каким тебя создал Бог, и каким Он хочет тебя видеть, а какая-то вот такая искусственная иллюзия. И это привлекает. И понятное дело, что это, конечно же, наша греховная природа, это греховная плоть. она хочет для себя что-то, да, что-то новенького, что-то интересненького. Такой вот мир свой, да, мир своих желаний, что ли, воплотить. И это не просто вот нововведение, это не просто, сказать, что-то современное. Некоторые люди, кто может быть постарше, а может даже кто еще и помладше, было одно время очень популярно смотреть сериалы, да, начали когда-нибудь выходить, мыльные оперы, когда люди погружались в эти сериалы, в жизнь героев этих сериалов, и они проживали уже не свою жизнь, да, знали больше, что происходит там, стремились к телевизорам, и тоже жили вот такой виртуальной реальностью, не своей жизнью, а чужой жизнью. Или когда молодежь поклоняется каким-то кумирам, наблюдает за жизнью известных людей, и пытается им подражать, что они едят, откуда ходят, во что одеваются, тоже проживают не своей жизнью, а жизнью другого человека. Хотя Бог нас всех создал особенными. Он говорит, у тебя есть твоя жизнь, и у него есть план именно на твою жизнь, и твоя жизнь, реально. Он хочет, чтобы мы это понимали, и чтобы мы проживали ту жизнь, которую Он для нас приготовил. Это тоже не только современная какая-то тенденция, она была всегда, те же самые сказки, это то же самое, когда человек придумал какие-то сказки, какие-то небылицы, пытался быть, мечтал, может быть, о чем-то, о каких-то своих вещах, пытался себя выставить героем какой-то сказки. Это было в прошлом. Это не только личное, человеческое, такое индивидуальное желание, это общечеловеческое, это греховное такое желание, потому что мы видим, что и человечество, оно придумывает себе истории, оно выдумало, что оно произошло от обезьян, да, или еще там что-то, какие-то истории, теории. Оно придумывает себе будущее, куда стремиться, придумывает смысл и цели жизни, какие должны быть у человека. Но это человек, придумывает. Человек давно уже живет в такой виртуальной реальности. Он в нее погрузился, в реальности, где он хочет воплотить какие-то свои желания, мечты, свои желания. И он думает, и поэтому, когда он воплотит их, он станет счастливым. Но такого не бывает. Почему-то, воплощая свои желания, он не становится счастливым. не становится удовлетворенным, не получает мира и покоя, и радости совершенной. Не получает. Лишь на время может какое-то что-то получить, но это несовершенно. Потому что настоящая реальность, она где и в ком? Она в Боге. Бог есть истинный путь и жизнь. Бог есть смысл жизни и цель жизни. И все в этом мире, несмотря на наши какие-то планы, которые мы выстраиваем, на самом деле все идет по плану Божьему. Все будет как он запланировал и как он придумал, да, все будет так. И все произошло как он спланировал. Он Альфа и Омега, Он Творец и Создатель. Пусть люди хоть что придумывают. Любые теории, любые какие-то ставят какие-то принципы. Но все происходит как Бог запланировал. И читая Писание, мы это можем узнать. Мы можем погрузиться не в виртуальную реальность, а понять настоящую реальность того, что происходит. Реальность бытия. Как сотворилось небо и земля, как все произошло и откуда это произошло. И даже в интернете есть много факторов, подтверждающих, что Земле, согласно Писанию, там что-то, около 7 тысяч лет. Много таких факторов. И мы знаем, что к чему мир весь катится и куда он идет. И что придет Иисус Христос и будет тысячелетнее царство. И это реальность. И несмотря на то, что ты думаешь, планируешь и веришь во что-то в свое, будет так, как Бог запланировал. и никак по-другому. У тебя есть лишь выбор идти в плане Божьем и жить в его реальности, ставя правильные цели и достигая их. Либо жить в своей какой-то, да, вот в сказке, которая есть сказка, которая как будет иллюзией, так она и останется. Почему мы приходим сюда, на это место, чтобы действительно одеть духовные очки, чтобы наше духовное зрение оно было острым, чтобы мы понимали, кто мы, чтобы мы не теряли эту реальность из своей жизни. Мы не погружались в этот мир, в эту иллюзию, в принципы, в цели этого мира. Протирали эти очки свои духовные, снимали эту пелену с глаз, наводили остроту. имели духовное здоровье, но так важно для нас, мы за это молимся, иметь прежде всего духовное здоровье. Чтобы иметь духовное здоровье, нужно правильно диагностировать те болячки, которые мы можем здесь приобрести в этом мире. Ведь обычно любой медицинский работник, связанный с медициной, да и вообще, кто сталкивался, он понимает, кто болел, да, какими-то заболеваниями, он понимает, что лечение, оно зависит от правильного диагностирования. Если тебя неправильно диагностировали, то ты можешь этим лечением еще хуже себе сделать, навредить и погубить. Поэтому в этом мире очень ценятся диагносты, которые показывают, вот у тебя такая болезнь, если где-то болит, потому что может болеть в одном месте, а на самом деле проблема быть совсем в другом месте, первопричина быть совсем другая. Поэтому мы приходим на это место познавать волю Божью, что Он хочет от нас, познавать Его план на нас, чтобы идти в этом плане, чтобы быть в этом плане, чтобы иметь Божье благословение, чтобы видеть четко путь, цели, куда нам двигаться и чтобы Бог определил. Для этого мы здесь. И Бог говорит, все в Его власти. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Но Он говорит, я вас не просто так избрал, а чтобы вы шли и приносили плод. Говорит, я творец всего мироздания, я всем управляю, все в моей власти. И вам лучше принять мою сторону, мою позицию и то, что я говорю, исполнять. Это для вас же благо. Чтобы вы шли, да, Он говорит, и приносили плод. Чтобы наша жизнь, она была в ком? В Боге. Прежде всего. В Нем. И мы сейчас будем с вами прославлять Господа еще одним гимном, псалмомом, такой молитвенный псалом. И хотелось бы, чтобы мы не просто спели, как слова, да, а мы задумались над тем, чем мы поем. И это было действительно желание нашего сердца. Начинается, Боже, да будет воля Твоя. Там каждый куплет начинается с таких слов. И первое, Твоим сосудом сделай меня. Твоим сосудом сделай меня. Чтобы Твоя воля, она действительно была в моей жизни. Чтобы я ее принимал, чтобы я исполнял. Не только знал, что ты хочешь, а исполнял. Чтобы жизнь моя менялась. Менялось мое мышление. Менялось мое сердце. Я прилагал к этому старания. Я этого хотел изнутри. Жить в реальности, а не в иллюзии. Евангелие от Матфея. Господь рассказывает такую интересную притчу. В основном она записана в 20-й главе. Мы начнем с 19-й, с конца. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Приоритеты. Если вы поставите меня в центре своей жизни, я буду у вас на первом месте. Вы будете воспринимать меня как самое важное и необходимое. Вы получите во сто крат больше и наследуете жизнь вечную. Многие же будут первыми, последними и последние первыми. Дальше 20-я глава. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно и им сказал идите и вы виноградник мой и что следовать будет дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа сделал то же. Наконец выйдя около одиннадцатого часа он нашел других стоящих праздно и говорит им что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему никто нас не нанял. Он говорит им идите и вы виноградник мой и что следовать будет получите. Когда даже наступил вечер говорит господин виноградника управителю своему позови работников и отдай им плату на час последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали что они получат больше но получили и они по динарию. И получив стали роптать на хозяина дома и говорили эти последние работали один час и ты сравнял их с нами перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них друг я не обижаю тебя не за динарии ли ты договорился со мной возьми свое и пойди я же хочу дать этому последнему тоже что и тебе разве я не властен в своем делать что хочу или глаз твой завистлив от того что я добр так будут последние первыми и первые последние ибо много званых а мало избранных аминь интересная притча и есть разные трактовки от высокодуховных до более реалистичных и она такая вот трактовка например есть что кто такие эти работники да ну виноградник это понятно это божья семья да или как мы сейчас можем называть это церковь божья божий народ избранный народ и работники это верующие верующие а первые кого призвал ну вот есть такая вот трактовка что первые это те кто жил еще в ветхом завете последние это те кто вот в новом завете уже предпришествием Иисуса Христа последние времена да как сейчас называют это время в котором мы живем которые живут по благодати да мы сегодня в благодати живем и как бы нам вроде как вот в таком положении находимся более привилегированным чем вот первые те о которых призвали но более реалистичная конечно же трактовка состоит в том что да действительно виноградник это церковь божья работники это верующие тех кого призывает господь но всех он призывает в разное время то есть кого-то в раннем возрасте кого-то в более среднем возрасте кого-то уже в более позднем возрасте и поэтому здесь и написано да то есть одних он призвал около третьего часа по утру одних около третьего других около шестого часа а других за час вообще до конца дня рабочего дня да рабочий день это наша жизнь и вот он нас всех призывает в разное время и конечно же суть она в основном используя эту притчу говорят о том что вот не надо завидовать тех кого призывают позже как он говорит роптать начали да те кто первых призвал они начали роптать на тех кто призвали кто позже призвали того и тому тоже такую же плату дали то есть плата динарий что это такое это спасение да плата всех одинаковая это спасение чтобы каждый из нас он смотрел в свое сердце не смотрел на других потому что как бы там ни было он хозяин и он управляет и он раздает и любые работники кто был призванный с утра и вечером они были призваны по милости хозяина только благодаря тому что он их призвал и нанял и поэтому нельзя обижаться на других ты сам согласился на это потому что самое важное в жизни человека конечно же это спасение описание нам говорит чтобы мы смотрели на себя не на других не сравнивали не превозносились я больше сделал ты меньше но смотрели в себя и размышляли над тем а что я могу сделать для Бога прежде всего насколько я эффективен или может быть я еще ленюсь что-то не делаю знаете что интересно в этой притче которую рассказал Иисус что они все которых призвали они были они как в каком положении находились в праздном да здесь написано настоящих на торжище праздно то есть ничего не делали о чем это говорит о том что если ты ничего не делаешь для Бога то ты живешь праздно все что ты делаешь для себя это праздность писание говорит что мы работаем и трудимся в этом мире для чего для живота своего не для Бога если ты думаешь ты тяжело работаешь или что-то делаешь какой-то бизнес выстраиваешь но ты для Бога ничего не делаешь то ты живешь праздно хоть затрудись хоть 24 часа работай но для Бога ты не делаешь ты праздно ты делаешь для себя для Бога ты делаешь только тогда когда работаешь в винограднике в церкви для церкви для созидания его царствия вот тогда ты работаешь а так ты живешь праздно ты сам себе придумал иллюзию что ты трудишься что ты работаешь что ты что-то достигаешь но это нереальность это не значит что мы не должны работать да за все отвечает серебро в этом мире и мы должны как-то питаться но мы можем же работать например на каком-то предприятии и свидетельствовать тем людям которые вокруг нас работают мы можем говорить о Христе мы можем предлагать им молиться когда они находятся в каких-то обстоятельствах можем свидетельствовать приглашать в церковь прежде всего трудясь для Божьего Царствия Бог поэтому нас и не берет из этого мира как Иисус молился я прошу тебя чтобы ты их не взял из этого мира а сохранил в этом мире как мы расскажем другим людям о Христе как мы засвидетельствуем если мы не будем с ними иметь какой-то коннект какое-то общение но суть такая что реальность говорит нам что ты работаешь тогда действительно перед Богом когда ты трудишься в церкви для Его Царствия для созидания Его Церкви в этом мире ну как поместные так и общие да мы ну прежде всего поместные потому что нас приглашают в поместную всех нас в церковь помещает и знаете он призывает этих работников с чем это можно сравнить с тем что когда Бог нас находит в этом мире или через нас он свидетельствует другим людям пойдем в церковь или рассказываем когда мы другим о Христе когда работники соглашаются на то да на ту плату которую он дает это похоже на то когда мы заявляем этому миру о том что мы верующие когда мы принимаем таинство крещения и мы говорим да я верующий я люблю Господа Иисус мой Господин и я хочу служить ему ведь это же происходит когда мы заключаем завет с Богом мы говорим ему такие слова что готовы следовать за ним это как завет да при венчании когда люди когда молодожены сочетаются они друг другу обещают и в горести и в печали и в радости то же самое и с Богом мы обещаем следовать за ним знаете что еще интересно в этой притче я не раз слышал такие истории или высказывания когда некто говорил ну что вот я сейчас поживу а потом ну спасаемся через веру что мне ну просто покаяться вот я поживу сейчас а потом перед смертью покаюсь или там что-то случится и все равно буду спасен я думаю кто-то из вас тоже может быть слышал о такой позиции брат сестра этого времени может не быть ты можешь не дожить до этого потому что Бог если тебя призывает через кого-то может быть это и есть то время которое для тебя другого момента не будет и знаете что интересно что тех кого он призвал в свой виноградник они все работали они все работали они все что-то делали в этом винограднике в церкви да мы говорим это образ то есть они не были просто прихожанами они приходили сюда уходили он их нанимал на работу чтобы они служили там да кто-то кто там кто первее кого нанял тот он проходил и зной да тут написано написано перенесшими тягость дня и зной кто-то проходил через гонения есть разные периоды кто-то уже по благодати может быть жил в более спокойное время когда его бог призвал но все они трудились для бога лентяев не было паразитов не было апостол павел пишет кримской церкви и так умоляю вас 12 глава братья милосердием божьим представьте тела ваши в жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать что есть воля божья благая годная и совершенная аминь представьте ваши в тела жертву живую для разумного служения для служения и познавайте что это воля есть божья благая для вас это для вас благо это бог так хочет это его воля и вы через это совершенствуетесь вы познаете бога вы учитесь любить любить бога любить братьев сестер научаетесь поэтому мы должны всегда об этом помнить мы должны жить реальностью братья и сестры а не иллюзией которую мы сами что-то придумали потому что есть христиане которые себя так называют верующие которые опять же с богом живут в иллюзии они используют бога для достижения каких-то своих целей своих желаний для построения своего мира какого-то где в центре не бог бог а они боги а бог лишь выстраивает вокруг них эту атмосферу нет мы призваны для бога не мы его избрали он нас это не зомбирование сейчас это реальность почитайте писание там обо всем этом написано давайте об этом помнить и никогда не забывать и принимать свою жизнь волю божью исполнять аминь давайте встанем помолимся